Здравствуйте! В эфире программа «Чрезвычайная ситуация». Сегодня в нашей программе вы увидите На особом контроле поводок в Алтайском крае День в истории. 100 лет советской пожарной охране Интересно и полезно. Необычное представление в Барнаульском детском саду Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных актуальной теме Ходу работ по ликвидации подтоплений на территории Алтайского края Волна талой воды, покинув ряд районов, двинулась по территории края дальше по течению рек Из-за вскрытия рек особое внимание при мониторинге ситуации уделялось затору опасным участкам Один из которых на реке Чумыш в Тальменском районе Именно там скопилось большое количество льда Образовалась пробка Наиболее сложные обстановки сложилось в Тальменском районе Под угрозой подтопления из-за ледового затора На реке Чумыш оказались райцентр Тальменко Села Наумово и Луговое Проведенными взрывными работами с приличением авиации Затор был ликвидирован, угроза снята Население в зоне риска было оповещено своевременно Работа по эвакуации организована Всего было эвакуировано 50 человек Пункты временного размещения работают в штатном режиме В результате подъема уровня воды было подтоплено почти сотня приусадебных участков в райцентре Тальменко Для разрушения ледового затора в районе железнодорожного моста Проводились непрерывные взрывные работы При влечении вертолетами 8 алтайских авиалиний Всего было проведено более 20 подрывов Для мониторинга ситуации применялся вертолет Сибирского регионального центра МЧС России На месте были сосредоточены значительные силы и средства От МЧС 175 человек и 31 техники, в том числе 12 плавсредств Работала аэромобильная группировка главного управления Группы от Сибирского спасцентра, пожарно-спасательного гарнизона Государственной инспекции по маломерным судам Задействованы работники ряда служб территориальной подсистемы предупреждения И реагировали на чрезвычайные ситуации Спасатели оказывали всевозможную помощь гражданам Был проведен подворовой обход, находящихся в зоне риска домовладений Граждане проинформированы о сложившейся ситуации, в том числе и посредством СМС Было подготовлено три пункта временного размещения вместимостью 1520 человек Для контроля обстановки на месте работали оперативные группы Проведение взрывных работ на ледовом заторе в итоге увенчалось успехом Лед пошел по течению реки, уровень воды в Чумуше резко упал Дальнейшее подтопление райцентра Дальменко удалось предотвратить Положительный эффект дала и отсыпка низменных участков территории Река Обь скрылась по всему руслу, пролегающему на территории края Наращивание группировки произошло дальше по ходу движения по водкой волны В поселке Затон города Барнаула, в городе Каменный Аби и в Шалаборихинском районе В поселке Затон, прогноз по обстановке в котором был неблагоприятен Спасатели укрепляли дамбу, очищали прибрежную территорию Группировка Сибирского спасательного центра в количестве 16 человек Двух единиц техники находится в Затоне На сегодняшний день выполнено следующее мероприятие Это разведка местности, подворовый обход, оказание адресной помощи населению Затем заготовка мешков с песком для возведения дамб Очистка береговой линии, вырубка деревьев И прокладка помостов общей протяженностью 120 метров Сегодня продолжаются работы по заготовке мешков с песком По очистке береговой линии от деревьев Работы по отсыпке низменных участков велись и в других населенных пунктах Чтобы преградить путь в воде, спасатели, работники различных служб И просто добровольцы делали все возможное В райцентре Павловск песчаный вал и мешки с песком Стали главной защитой от подтопления жилых домов На реке Космола проходит укрепление ранее возведенной дамбы Дамба была возведена в связи с паводками обстоятельствами И защищает порядка 60 жилых домов Приняты меры к ее возведению, укреплению Работы ведутся в 2-е сутки Прибыла группировка от МЧС в количестве 30 человек Также местное население активно принимает участие в данных работах Силы и средств МЧС работали во всех подтопленных населенных пунктах Активно велись аварийно-восстановительные работы Оказывалась адресная помощь гражданам Ежедневно проводился авиационный мониторинг обстановки С кем беспилотных авиационных средств и вертолетов Координацию действий осуществлял Межведомственный оперативный штаб Организовано постоянное взаимодействие с едиными дежурно-беспечерскими службами А также старостами населенных пунктов При наводнении необходимо отключить в доме газ, воду и электричество Потушить открытый огонь Плотно закройте окна и двери Перенесите документы и ценные вещи на верхний этаж или чердак До прибытия помощи или спада воды оставайтесь на крышах зданий Подавайте сигналы бедствий яркой тканью или голосом История отечественной пожарной службы уходит своими корнями вглубь веков Однако для многих наших современников особо памятна дата 17 апреля 1918 года Именно в этот день был подписан декрет об организации государственных мер борьбы с огнем Эта дата стала началом отчета истории советской пожарной охраны Чем встревожена эта девушка Ноль один, пожар Да, пожар Прошло лишь полминуты А пожарные машины уже выезжают к месту пожара С хорошей выучкой, с первоклассно оснащенной техникой Пришла советская пожарная охрана В честь этой знаменательной даты Проводились соревнования, устраивались учебные занятия И в этот раз тревога казалась учебной Но бойцы действовали как на настоящем пожаре Наша советская пожарная охрана Всегда на страже социалистической собственности Тревога! В районе города обнаружен очаг пожара Организации борьбы с огнем в нашем государстве Положил начало Ленинский декрет Изданный 18 апреля 1918 года Имевший целью ликвидировать вредную теорию стихийности пожаров Пожары не стихийные бедствия Огонь подвластен человеку социалистического общества Вооруженному современными средствами связи и передвижения Новой техникой Первый пожарный командовый Новосибирского гарнизона Ведет проверочные занятия Решая задачу тушения пожара в центре города Задача решена успешно Шесть с половиной минут прошло от сигнала тревоги до первой подачи воды Дайте отбой Есть дать отбой тревоги Очаг пожара ликвидирован Ясно Очаг пожара ликвидирован Ура! За отличное выполнение задачи Отличная служба объявляю благодарность Служим советскому союзу! В этом году было столетие образования советской пожарной охраны А вся Россия отмечает 369-ю годовщину 30 апреля И стало уже у нас традиционно Мы в этот весенний день Приглашаем всех вас Чтобы почтить память наших пожарных Погибшим на боевом посту 20 апреля в городе Барнауле состоялось торжественное мероприятие Посвященное памяти пожарных погибшим на боевом посту У мемориала памяти Находящегося на базе пожарно-спасательной части номер 4 Собрались сотрудники пожарно-спасательных подразделений Государственного пожарного надзора Представители отряда добровольных пожарных, спасателей И волонтеров спас-профи Алтайского транспортного техникума И ветераны пожарной охраны Чтобы отдать дань памяти героям, пожарным Которые не пожалели жизни, выполняя свой служебный долг Собравшиеся, среди которых также были учащицы Барнаульского кадетского корпуса И дружина юных пожарных школы номер 126 Почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга Минуты молчания и возложили к мемориалу венки и цветы Мероприятие было посвящено 100-летию образования советской пожарной охраны И 369-й годовщине образования пожарной охраны России Профессия пожарного является одной из самых опасных в мире И вечно слава людям, которые знают, что сегодняшняя схватка с огнем Может стать для них последней И то, что кроме них защищать людей от огня некому Во все времена пожарных отличала преданность профессии Беззаветное мужество, готовность к самопожертвования Алтайский край по праву гордится своими пожарными Которые исполняют важнейшее государственное дело По защите жизни и имущества граждан от огненной степени Зацветное служение профессиональному долгу является достойным примером для молодых сотрудников Которые бережно сохраняют и продолжают славные традиции Заложенные старшим поколением огнеборцев Заложенные старшим поколением огнеборцев Заложенные старшим поколением огнеборцев Заложенные старшим поколением огнеборцев Самые обычные парни Без плащей и без спецэффектов Я горжусь, что хожу с вами по одной земле Плавятся в огне даже камни Бесятся спокойные реки Держится все на спасителе и спасателе Снова звонок на пульт Обычные будние дни И почему герои именно они? Холодеет чуть-чуть ладонь В жаркую эту ночь Но ты попробуешь огни в огонь Если дома жена и дочь По плечу постучит ладонь Слава Богу, ты не один Но ты попробуешь огни в огонь Если дома жена и сын Опыт приходит с годами Но только к тем, кто выжил Кого не обошла удача стороной Парни, вы где-то с нами Я в огне вас бывает вижу Тех, кому жизнь чужая дороже собственной Нет своих, нет чужих Если пришла беда И они вновь и вновь шагают в никуда Холодеет чуть-чуть ладонь В жаркую эту ночь Но ты попробуешь огни в огонь Если дома жена и дочь По плечу постучит ладонь Слава Богу, ты не один Но ты попробуешь огни в огонь Если дома жена и сын Каждый день где-то рядом с тобою В воду, огонь или тьму На службу уходят герои Неизвестны никому Чтобы не быть один на один с бедою Вот ответ на вопрос, почему На службу уходят герои Неизвестны никому Тяжело дышать, еще один шаг Череп все время сползает Господи, только вы не горняк Хорошо, что мама не знает Я смогу, я пробьюсь Спасатели, это сила Мама, я скоро вернусь Ну, давай тушила Ну же, давай тушила Холодеет чуть-чуть ладонь В жаркую эту ночь Но ты попробуешь огни в огонь Если дома жена и дочь По плечу постучит ладонь Слава Богу, ты не один Но ты попробуешь огни в огонь Если дома жена и сын Ну, давай тушила Строки стихотворения Самуила Маршака с детства знают многие. А воспитанники одного из детских садов города Барнаула устроили целый спектакль по мотивам нестареющей детской классики. Идет дым столбом, сбежит курица с ведром, заливает кошкин дом. В детском саду номер 177 центрального района города Барнаула загорелся кошкин дом. Но не пугайтесь, пожар был ненастоящим, ведь он часть интересного представления спектакля по нестареющей сказке. Юные актеры отлично подготовились, приготовили костюмы, выучили текст и представление удалось на славу. Гостями ребят стали сотрудники МЧС России, которые после окончания выступления тоже попросили слово. Это нам может спасти жизнь, поэтому смеяться не надо, это полезные советы, я вам даю только полезные советы. Они рассказали детям о правилах пожарной безопасности, о том, чем может обернуться игра с огнем. В общем, мероприятие получилось полезным и интересным. Такие встречи с элементами театра, игры, викторины или соревнования давно стали традиционными. Это здорово, ведь чем больше багаж важных знаний о безопасном поведении у этих ребят, тем больше наша уверенность в их умении защитить себя и других от огненной беды. Они приурочили это мероприятие к дню пожарной охраны, которая была советская пожарная охрана 17 апреля и российской пожарной охране 30 апреля. И еще год безопасности. Спектакль был очень интересный. Вот видите, что возле меня стоит кошечка такая симпатичная. Вот она была главной героиней в этом спектакле. Ребятишки очень много полезного узнали. И когда готовили этот спектакль, и потом после спектакля, когда с ними проводилась беседа, Каждому артисту была подарена книжечка «Азбука безопасности. Раскраска». Они в этом году пойдут в школу, потому что это подготовительная группа. И все те правила, которые мы с ними повторили и выучили, им пригодятся. Ежегодно в России от пожаров и несчастных случаев гибнут сотни детей. Они просто не знали, чем может обернуться детская шалость. А когда вы последний раз говорили с ребенком о безопасности? Предотвратить проще, чем исправить. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю еще раз призывает граждан быть особенно внимательными в пожароопасный период. Помните, спичка, окурок, брошенный в траву, осколок стекла, непотушенный костер. Все это может стать причиной пожара, который способен уничтожить гектары леса, жилые дома, хозяйственные постройки, а самое главное, причинить вред здоровью человека. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Напоминаем, что на территории Алтайского края действует единый телефон доверия Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова